Пятнадцать молодых людей Пятнадцать молодых людей Влюблённый домик остался всего лишь один день Какая из пар сумеет занять наши хоромы? Участники должны это решить уже сегодня Но мы будем наблюдать, что полезнее для любви? Трудности или комфорт? С момента начала нашей телестройки прошло только две недели А у Стаса Каримова уже новое увлечение Домик для влюблённых пар снова опустел Марина Мышелова забыта и брошена А её место в сердце Стаса заняла питерская красавица Ольга Бузова Евгений Абузяров тоже пытается завоевать расположение новой участницы Он приготовил ей настоящий сюрприз И, возможно, изменчивое сердце красавицы растает Оскар Каримов и Ольга Кравченко всё так же преданы друг другу Возможно, что сегодня они наконец смогут провести свою первую ночь В домике для влюблённых Но поддержат ли их в этом желании другие участники? Ольга Солнца и Александр Нелидов по-прежнему в стороне от всех Но не расстаются друг с другом ни на минуту Что же это? Игра в любовь ради общей победы? Или всё-таки искренние чувства? Страстные отношения Романа Третьякова и Лены Берковой Притча всего лагеря Рискнут ли они сегодня занять ещё один домик для влюблённых? Всё, давай позируй Сделай такой образ жизни Женщины голодной Вот, да, да Ты куда ты пошла? Давай Съешь меня Нет Нет Итак, сегодня мне на стройке нужно только 4 человека Это братья Каримовы, Ольга Бузова и Ольга Кравченко Остальные девочки убираются в своей комнате, мальчики в своей Девочки убирайте, они жопы не хвостят Лучше, лучше вот это И в арене все Сейчас, смотрите Я нажмаю в арене Да, да Оля, да Вы куда пошли? Мы смотреть дом Мы работать Это исследовать территорию Значит, сегодня мы четвером работаем на этой площадке Смотрите, братья Вы сейчас должны будете собрать леса Вот они, да? Когда вы построите леса, вам нужно будет Вот, вот, начиная отсюда И отсюда Вот она будет вот так вот идти, полоса Так Я по геометрии Ну ладно, потом Сюда было 4 Надо пилой взять, она на вне Я, конечно, по рисованию, не по геометрии О, класс Так же наверху Я просто не заставил, потому что я карлик Там, значит, вы выпиливаете Идите сюда, потрогайте Почем бы, отрогайте Идите сюда Теперь трогать буду Чувствуете, нет ничего? Посмотрите, как тут Здесь будет окно Я так и понял Молодцы Итак, на раз, два, три, подняли Может перевернемся? Перевернем? Нет, нет, давайте перевернем Так, удобнее Тихо Вот И потащили Пошли Аккуратно, аккуратно Осторожней, чтобы ноги не задели Вот, да Ребята, их по 3-4 штуки таскали Ничего, чем мы хуже? Действительно А мы поняли, что она, да, переходит? А, ну все, все, все А ты что-то встала? Нет, нет, мы просто встали, мы знаем Представляете, припереть прям друг другу, ладно? А то сейчас это только третья Видите, сколько уже мест заняло? Ну все, вот у нас и окно, посмотрите Слушай, что-то видно Легко снимается? Да, вообще Ребенок справился Да Зоверова? Нет Мне ничего не надо от тебя Но Все, чего хочу я Быть твоей судьбой Твоей судьбой Зачем же так фальшивить, я очень фальшивлю Давай-давай-давай Давай-давай-давай И во сне И на его А пройти Иди сюда нормально, блин Не поднимая глаз А пройти Женщина, ну что такое? А ну ложитесь и Оставим в носке следы Пройти И с той же теткой я спала Хотя бы Сиянь просто беспроводная Покнай, я ску Твоей судьбой Стой, стой Ну что ты Стой, стой Нет Мне ничего не надо Мне ничего не надо Тебя А ну Тетя, тетя, тетя Покнай На клетке утра ты решили на кровать ложишь? На кровать На кровать На кровать Чем не это? Чем? Чем? Девчоночки, давайте пропылесосим Давайте да убираем Она такая, чем? Чем? Ха-ха-ха-ха Ребят, посадите девчонок и сами садитесь на перекурчик Ой-ой-ой-ой Садитесь Ой-ой-ой Садись 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 Давай 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 Как котенка Садись Я так хочу тебя Как воздух и вода Ты мне одна Здравствуйте Я Ксюша Бродина Всем убираться Как он Что не делаете Убираться всем Ксюша сказала Вон она Вон она Вон она Вон она Стали убираться Быстро Ха-ха-ха Ставш Весь в слюне Два брата Когда один человек Это одна Один человек он сильный Когда двое Это вдвое сильнее Правильно Поэтому вас как бы сказать Не то что побавится Да вот я уже вижу что На Выбывание Стараются уже Как-то через один Вас писать Многие думают Что у вас стратегия Какая-то Своя У нас Жизненная стратегия Вот вот Просто вы слишком Быстро Образовали пары И так же Слишком быстро Согласились Селятся в доме Ну как У многих Это настораживает В принципе они правы Я тоже В первое время Сразу подумал бы Что двойняшки Друг за другом Горой Есть какая-то стратегия Но Если Смотреть С нашей точки зрения У нас в принципе Стратегии Никакой нету Мы ведем себя Естественно Так можно сказать Ты так быстро Нашел Ольгу Стас так быстро Нашел Марину Это случайность? Да нет Я бы не сказал Что случайность Просто она мне сильно понравилась В отличие от других всех Я выбрал Я еще Я говорил уже Я ее заметил Еще там За воротами То есть это выбор сердца Да? А не разум Можно сказать Да так То есть сыграли чувства А не разум Да Вот смотри Ты сейчас хочешь Вселиться вместе с Ольгой в домик Я знаю Ты до этого хотел И сейчас Потому что Неделю не могут против вас голосовать? Да нет Не из-за этого Из-за любви, да? Да Мы уже давно это решили Для нас Не доставлять особого труда В отличие от некоторых Например Марина В первую жизнь Как узнал Что их собирается послезать в домик Она сразу начала бегать Капишиться Там Выбежала девчонкам Их провоцировать на нас Чтобы они за нас проголосовали Вот такая ситуация Ну я ей тоже говорил Говорит Здесь такого страшного У меня ничего нету Что ты там? Угу Раскричалась Можно сказать Оля, вот смотри Ты новенькая, да? Вот ты видишь Эта ситуация с своей стороны Вот ты пришла Просто каждый по-разному Строит пары Если у меня Получится с каким-то человеком Здесь сойтись Это будет в первую очередь Исключительно из-за того Что мне человек приятен И симпатичен Я считаю Я считаю, что Сила Она Она Здесь у нас больше Инициатива, наверное, берет чувства Не сила борьбы, не сила игры А сила чувств Да, ну пожалуйста И тогда, когда Приведу в пример Проголосовало Не ошибусь Три человека На голосовании за Оскара Против Оскара Ой, ну против Оскара Вот именно У меня была сила Именно чувств Потому что Ну я Я осознаю, что Надо мной взяли вверх эмоции Вы Боретесь не за любовь Вы боретесь За выигрыш Оскар, тебе понравилось Это поступок Ольги? Конечно Конечно, я это благодарен Стас Вот насчет Марины, да? Может быть, Марина Рассчитывала на то, что Четверка даст силу? Может быть Не знаю Но она не была ко мне Откровенной полностью Вообще Если мы с Олей Вчера мило побеседовали У нас много общего Мы много о себе узнали Вообще Интересно было То с Мариной такого не было Вообще Это не тот человек, который мне был нужен Во-первых Во-вторых Это человек Который строит здесь шоу О не отношениях Это я поняла Потому как он со мной Пытался расстаться То есть Он мне сказал Что Я не могу терять время Я должен идти Там что-то типа себе Пару В общем, я не могу терять время Потому что Это шоу И здесь каждый день Проходит как за неделю Я не хочу рисковать И встречаться с тобой То есть Человек не думал о том, что Давай вот мы вот расстанемся Нам как-то тяжело вместе Да? Там еще что-то Человек думал о том, что это шоу И что он должен успеть найти себе вторую половинку Вот Поэтому он кидает одну половинку Хватает за другую И скорее всего будет так дальше делать То есть Она сюда приехала Как бы типа потусоваться Да? Чем создать Да, я тоже сделал такие У меня вот такое область Я конечно не хочу Она девушка Приятная Симпатичная конечно Умная Но Так, чтобы сказать Что Завести с ней какие-то отношения Или Как создать семью в будущем Нет Я лишний согласен А еще какая-то то, что у нас происходит в холодильнике В личной жизни Вы видите Здравствуйте, Катина Я просто У вас такой злой, а? А чем у нас Катина? А потому что ты слышал, что Марина рассказала? Что? Ну Он же ей сказал, что он встречается в принципе для шоу Что? Он встречается для шоу Ну Когда он ей сказал Он сказал, что что с тобой терять время Надо быстрее создавать новую пару Чтобы отсюда не уйти Ну да Ну да, но как это плохо Почему? Ну потому что так нельзя делать Ну я не знаю, я не поверю Я не верю Например Сашей за шоу Я вот честно Я бы так не сказал Я? Хорошо, за шоу? Да Вот Дальше, кто там еще? Ну, кто еще тут? Оля с Оскарем Оля с Оскарем Оля с Оскарем не знаю Рома с Леной? Ну Не зашел А из-за того, что Рома очень ее хочет Угу А она его любит Угу Вот Мне не нравится Как она ведет себя вообще По отношению ко мне По отношению к другим Она Неискрено во-первых Во-вторых Немного Избалована Это два Мне такие девчонки не нравятся Вообще Я хочу, чтобы было взаимопонимание какое-то И взаимная поддержка обязательно Между двумя людьми Которые друг друга симпатизируют Симпатизируют Считаешь, она тебя не поддерживает? Ну Как? Ну даже в обыденных ситуациях Буквально там Но Ольга тебя поддерживает в этой ситуации? Оля Оля, да, она молодец Мне нравится Мне нравится Ты ей нравишься? Она мне нравится Я Как бы я спрашивал Но это была тема Она говорит, что да Но я не хочу торопиться об этой ситуации Не хочу Опять второе ошибки Хочу поближе познакомиться с ней У меня еще���rete Чatureности И я не знаю как тут выступать Я решил просто Признаться в любви Но сделать это необычно Потому что на десять девчонок По статистике 9 лет 15 молодых людей Восемь девушек и семь юношей Строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, изгоняют. Этап, девчонки, у меня к вам суперзадание. Значит, сегодня Лена, ты берешь трех девочек, выбираешь сама на выбор любых. Также ты, Ольга, берешь трех девочек. Вы должны устроить дофиле. Дофиле в купальне. Я так и думала. А у девочек высокие каблуки. Да, они должны быть. Высокие каблуки, если нет, там что-то одолжить из своего. Чтобы, грубо говоря, из ничего сделать конфетку. Ну, в принципе, они насыщатся, но тем не менее, нужно прям вау. Чтобы прям мужики все, да, вот так вот слюни. Вот. Просто вы же специалистки в модельном бизнесе. Вы же красивые у меня девочки. Надеюсь, что, да. Других то же самое нужно сделать. Главное, чтобы мальчики об этом в том случае не узнали. Понимаете, сами забирайте. Встретить бы мне такую женщину, как Луис. Ты ее встретил? Пришла уже. Новенькая. Какая у вас шикарная. Вообще супер. Да. Очень. У тебя, да, конкуренция большая. Девочка вот такая. Да, правильно? Женя, я уступил. Женя, я уступил. Давнюк. Я Женя сразу отступил. Да. Да, Стас-то быстро запринялся. Да, он Стас, я, блин... А что? Да ну, господи, ну... Ну, у него одна блондинка. Нет, в том-то и дело, что... Ну, по-моему, очень без разницы. Да, для меня это значит, понимаешь, вот я увидел девушку все, и я подумал, что, в принципе, если я ее встретил там вот в жизни, да, я бы... Просто здесь я не могу ничего делать. Я бы сделал все. Я бы... То есть мы сходили в какое-нибудь суперместо, там, бум, для нее открыл бы такие вещи, которых она не знает. Ничего мы не можем сделать. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Мы можем тебе устроить романтический соблазн, как мы устраивали ребят. Я подумаю на тему. Тихо, тихо, тихо. Как ты чего? Между прочим? Оль. Да. Давай тебе корсет оденем. Нет, давай, давай не будем мне... Я хребил. Вообще ништяк. Чешка, хорошо. Дмитрий, у меня целлюлит. Нет. Какой целлюлит? Повернись. Нет, давай скажи. Что? Что? Я хочу дышать. Стой. Твою девушку. Держи, встань. Я хочу вздохнуть. Верни свою хреновую спину. Хреновую. Дожишь, как тюшка? А синий тут надо снять. А сиську больно. А сиську ей больно. Я не довольна. Во-первых, ты как бы... Давай. Нет, давай не будем. Я тебе в красе. Стой. Такой. Стой. Иди сюда, выгнись. Как я кремлю ноги, если они у меня такие? Они же не такие, ты вот так становишься. У меня такой похотник, я так живу. А теперь вот так. Дети не в гости. Да? О, да, солнце. Да. Получается, да. Да, солнце. Солнце, да. Это. Я тоже у меня так... Ураки. А, смотри, я милю. Я не так... Нет. 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 Я так не скажу. Они столько на чехоле сделают. Идем поближе. Вот видишь, где провода крепятся, да? Да. Вот видишь между ними поляна такая? Да, да. Смотри, короче, дело в том, что я очень сильно влюбился. Вообще, это вот редко в моей жизни. Ольга, ну садись. Я не знаю, как в таких обстоятельствах признаться в любви вообще. Ну, не представляю. Потому что первый раз в замкнутом пространстве я обычно делаю какие-то... Это про Ольгу Бузович? Да. Делаю какие-нибудь очень... Ну, как я не знаю. И я не знаю, как тут поступать. Я решил просто признаться в любви. Но сделать это необычно. Твое предложение? Мне нужно 11 листов фанеры. Фанеры? Да. А, два. 20 погонных метров бруска и Степа в помощь. И чтобы нам помогали... Хочешь улететь? Нет, я хочу построить... Видела надпись Голливуд? Да. А ты хочешь там Ольга сделать? Нет, я тебя люблю. А, я тебя люблю. Я знаю, как это сделать. Я знаю, сколько мне времени понадобится. Сколько это понадобится времени? Ну, мне нужно... Если или ночью уходить, то две ночи. То есть это нужно сделать где-то, ну, за пределами территории, выпиливать, чтобы никто не догадался. Или сутки. И Степан. А Степан зачем? Ну, мне помощь нужна мужская и Наташа. Потому что Наташа сделала проект. И отсюда, если смотреть проект, мы так прикинем, что... Ну, будет видно хорошо. В том месте именно. Да, очень хорошо. Вот. И очень красиво. Трибуны на палубе вообще. Да, есть, ну, раз... Ну, куда бы ты ее в Питере пригласил? В суши-бар. Потому что она просто... Ну, она фанат этого дела. Ей очень нравится. А я ни разу в суши-баре не был. Хочешь, мы тебя здесь вместе с ней сможем сводить в суши-бар. Ты согласен? Ну, да. Главное, чтобы она согласилась. Ну, опять, я тебе желаю удачи. Вот, сейчас мы пойдем, значит, купим эти суши. Накроем поляну. Ты пойдешь туда заранее, все проверишь, нравится тебе или нет. Все мы поставим. Ты туда прихожей садишься, приводим Ольгу. Согласен? Я баню поставил? Может, баню пойдем? Да, баню. Можно, они говорят, мы тоже баню прогремимся. Наш, как холодно. А то спать, знаешь, что ты заснешь. Ты сейчас будешь здесь вот так дрыгаться ногами. Пойдешь, баню? Нет, сколько бы спать? Мне ты, господи, Ваня, вроде. Ну, короче, смотри-ка сами, ну, баню. Ну, ты подойдешь, Настану? Давай. Ты боялся, что ты проломишься? Да, если можно, это можно, реально. Я тебе прошло и говорю. Наконец-то они девушек позвали. Мужчины, прибежите. У меня вообще все так хорошо. И вас ждет нечто. Что-то все. Опа-та! Сады меня занервно. Ольга, ты убийца отрешила. Можно смотреть, да? Смотреть можно. У-у-у-у! У-у-у! У-у-у! Ну, это так. Оля, ну ты все. Роман, ой, 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 ой. Оля, ой, 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 ой. Ну, педагог нас, как всегда, поразил. Ольга, 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 Ольга! Это, видимо, в предвесении врачей ночи, первый. На лодинку! Вот это Марина! Кто-то, кто-то поторопил. Браво, Солнечка! Солнце, солнце, солнце! Вот живой! Вот так бывает. Ну, как вам, мальчики? Великолепный, просто. Нам ночью ханатские. А вас и тогда раз великолепный. У меня голос пропал. У-у-у! Вау! Супер! Солнце и такие красивые ножки скрывать. Ну что, девушки, я предлагаю... Ольга, браво, Наталья, браво, Замина, браво, Замина, браво, Замина, браво, Лена, браво, Ольга, браво, Ольга. Солнце и... А дальше... А кто-то, кто-то, кто-то проводит девчонок. А у нас с вами очень важный момент. Как вам вся эта процедура, скажите? Вам понравилось? Я знала, что вам понравится. Но сейчас самое сложное, потому что девушки все были настолько красивые, настолько сексуальные, настолько классные... Мне кажется, что многие девушки, которые здесь, ну, существуют, они несколько неорганично сложены. Честно, да? По одежде. Ну, по виду, да, как они тут ходят. Так вот, ну, тихо, а... Ну, так вот, именно из... Удивили меня органичностью, да, по сравнению с обычной жизнью. Солнце и Ольга. Действительно. Я не ожидал, что у Солнца, я скажу, такие красивые ножки. Вот не просто ножки, но очень красивые были, если честно. Рома, вот твое мнение. Мне Лена понравилась, и Наташа очень сильно. У Наташи... У Наташи... Очень интригующий взгляд такой, стреляющий. Хотела смотреть на нее. Лена была, как всегда, секси. Солнце... Ну, я, честно говоря, не ожидал... Не то, чтобы для меня было ожиданностью. То есть, я ожидал, что сейчас Солнце перевоплотится и будет девушкой. То есть, тут для меня, как бы, загадки не было. То есть, это было пробито заранее. А вот Наталья меня действительно удивила. То есть, такой испепеляющий взгляд мне очень понравился. Именно лицо. Это страсть? Да, наверное. Там была страсть. Давайте по утрам. Блин, я уже устала. Супер! Блин, вообще реально устает вот здесь. Сейчас с вами капли капли. Девчонки... Ну что, девочки, мы вас просим на финальный выход. Девчонки, не уходите. Садитесь с ребятами на кроватке, куда вам удобнее. Я закрою дверку, чтобы вам было не холодно. И у нас есть номинации для каждой из вас, которые мальчики... Вот мне голоса. Тебе как раз бояться не нужно, малыш. Тут вообще все было. Тут даже вопроса не стояло. Не было тени с... Соответственно, соответственно, вам каждой предсуждена номинация. Зачитываю. Номинация мини-бикини. Соответственно, на ком меньше всего одежды. В этой номинации у нас, естественно, выиграла наша Ольга Бузова. Давайте ей похлопаем. Так покрываешься-то теперь. Вторая номинация называется как мисс целомудренность. И эта номинация досталась за линию. Давайте ей похлопаем. Целомудренная ты наша. Третья номинация. Это мисс суперсекси. И она досталась Елене. Следующая номинация. Это мисс прическа. И она досталась Наталье. Прическу тебе действительно сделали. Вот такую сегодня. Кто тебе делал прическу? Сама. Ты просто львица. Дикая львица. После безумного секса. В кафе из постели. Вот так вот. Итак, дальше. Мисс ноги от шеи. И в этой номинации у нас... Я знаю, что победила. ...победила девушка. Которая, как никто, удивила нас сегодня. Это наша Солнечка. Следующая номинация. Мисс Бюс. Девочка. Зинаида, тут ваше лидерство, оно было неоспоримо. Понимаете? Тут даже не было... Все в черт, радоваться надо. Итак, мисс модельная походка. Она досталась Мариночке. Давайте. Ну и последняя номинация. Мисс неожиданность. Скобках, скобках. От данного человека такого никто не ожидал. Это достается нашему любимому педагогу Ольге Краске. Девчонки, я вас всех искренне поздравляю. Вы все такие красавицы. Вы такие замечательные. И вы так классно это сделали. Без комплексов. Но номинаций много. Номинаций много. А сердечко одно. И голосованием мальчиков тайным. Было определено, что сердечко достанется солнцу. Солнце, я тебя поздравляю. Блин, спасибо. Спасибо маме, что дала этому миру меня. Я так растрогана. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. 15 молодых людей, 8 девушек и 7 юношей строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, изгоняют. Женя, нас разоблачи. То есть мы с тобой больше здесь не встретимся? Так. Занять место. Ольге. Ну ладно, для Ольги я с вами. Ольга. Специально для себя. Женя заказал все. Спасибо. Я не ожидала. Все для тебя. Блин, у меня. Блин, спасибо. Фетишиста хреновая. Что? Проградовательная. Главное, что он ничего не жень, то есть чел. Блин, я даже не знаю, что сказать. Пиши. Вау. Блин, спасибо. Я самой красивой девушке на это клоняюсь. Женька, зачем? Как ты можешь объяснить это все? Мне, конечно, очень приятно. Я сразу как увидел, я... Можно я пока поставлю, ладно? Офигенно, красиво. Ну-ка, ну сразу. Я... Слушай, я же вижу в первый раз. Ты должен мне показать, как все это делать. Я бы очень так хотела в Казюне. Чем было бы слово в свое... Ну, понимаешь, когда я вижу такую девушку, а вижу я такую девушку впервые, чтобы мне сочетались все прекрасные качества. То есть до этого я видел девушек очень красивых. Чтобы у них в душе нечто было. Никогда такого не было. Так, действительно, как яркая вспышка. Когда я тебя увидел, я уже больше ничего не видел. Мне как приятно. На лобном месте, не здесь в шоу. Когда я увидел первое утро тебя, это вот было самое прекрасное, что было в этом шоу. Ну, меня сейчас разговариваю. Единственное, вот ради чего стоило приходить в шоу? То есть мне уже не нужен никакой дом. То есть я вижу тебя каждый день. И вот ради этого как раз и стоит жить. Гость с Женькой. Я не ожидала от тебя таких слов приятных. Слушай, а ты от кого же еще? Ты неужели, неужели никогда такого не чувствовал? Нет, блин, ну, я просто не знаю, просто понимаешь, что получилось, что когда ты мне это говоришь, я верю, что ты искренен. Я думаю, ты тоже этого хотела. Я хотела, да, но я совсем... Давай я тебе все расскажу. Давай, покажи. Вот это вот на самом деле это бяка. Я не помню, как это называется, но когда ты ешь, это как мыло. Оставим тем деньгам, которые все это снимают. Да. Блин. Смотри. Вот и брат говорит, что он бен. Привет, ребята. Ребята, я хочу сегодня вручить это сердечко чемпиону суперсекси-девушке. Да, да. Да, пройди сюда. Еще раз продемонстрируй нам, как это все было. Держи, моя хорошая. Да, поцелуемся, поцелуемся. Скажи, все, что ты хочешь сказать. Оскар, речь. Я так не ожидала. Я не ожидала. Не ожидала. Я так не ожидала для меня. Спасибо маме, что дала этому миру меня. Я так растрогнула. Спасибо всем. Спасибо мужчинам. Браво. Мир во всем мире. Браво. А я напомню вам пока про пятизвездочный домик. Вчера Стас и Марина освободили нам первый пятизвездочный домик. Завтра, соответственно, у нас уже будут свободны два. Хотя нет, по-моему, я все-таки ошиблась. У нас первый домик уже не свободен. Оскар с Ольгой с самого утра уже судорожно перетаскивали вещи. Ребят, вам так не терпелось туда переехать. Так что сегодня у вас будет такая возможность. Первая ночь. Я понимаю, что вам настолько вообще было не втерпеж, что вы целый день вообще сносили туда все свои тюки, расставили фотографии и повесили уже какие-то рисунки. Так что я надеюсь, у вас все сегодня пройдет удачно. Ну а что может быть важнее первой ночи, так сказать, вместе в пятизвездочном домике? Только, наверное, тот факт, что целую неделю против вас никто не будет иметь право голосовать. А вот против какой пары не будут голосовать всю следующую неделю, мы узнаем сейчас. Итак, у нас есть Елена Беркова и Рома Третьяков. Помимо этого у нас есть Солнышко и Александр Мелидов. Давайте вначале у нашей мисс Секси спросим. Секси-рекси. Готовы ли вы заселиться во второй домик? Да. Готовы? Уже да. Рома, Лена. Давай передадим Роме микрофон. Вот я вас вчера предупреждала, что во второй домик уже будет не так легко поселиться. Мы тоже готовы. Ну. Отлично, мы это знаем. Сейчас мы узнаем, готовы ли остальные участники дать вам эту привилегию. Вот этим для меня зацепи вот этот вот, вот этим пальцем и вот этим пальцем зацепи вот эту вот штучку. Ну, вот так. Ну, а вот эти три, как бы, остаются здесь. И теперь попробуй просто вот как-нибудь поделать так вот. Блин. Вот. А, ну да. Блин, что они вилками не едят? Берешь? Бум. Женька, что ты с вами делаешь? Как я хотела, блин. Делаю тебе приятно. Готов делать это всю жизнь. Вот так не надо говорить. Ну, сейчас я готов. Ну, скажи, пожалуйста, ты это делаешь именно потому, что тебе вот хочется, да, знаешь, как порыв какой-то? Или ты ждешь что-то от меня взамен? Меркантильные все интересы, они странные, потому что нельзя делать что-то хорошее для человека, а ждаю взамен. Просто, блин, на самом деле, тебя все привыкли видеть, ну, даже вот здесь. Ты такой, знаешь, веселого чувака, который всех посмешит, всех размешит. Мне кажется, пока очень, блин, я думаю, я одна из первых, которые заметила в себе не просто вот такой типа ха-ха-ха, а глубину вообще зашит. Один человек, очень умный, мой учитель по актерскому мастерству, когда я в черный раз играл, что-то серьезное и жутко. А я обычно, ну, только комедии или женщин. Вот. И он такой говорит, ты что, полюбить мне сможет только девушка, которая сможет на тебя смотреть не на клоуна, а на серьезное что-то, да? То, что я тебе сейчас сказала. Ну, вот я кто-то хотел сказать. Начиная со Степана, мы начнем голосование. То есть, мы голосуем... И делаем это побыстрее. Вы же видите, что Евгения, Бузярова и Ольги нет. Они могут вернуться с минуты на минуту и тоже объяснить, что они претендуют на второе в доме. Поэтому пока их нету. Я думаю, что это роман с Еленой. Хорошо. Сейчас, я думаю, это Саша и Солнце. Сейчас. Ну, хорошо, что ты сказал сейчас, потому что у тебя мнение меняется очень быстро. Мне две пары, оба симпатичные, оба подходят друг к другу. Но у меня больше симпатии, конечно, кроме Ленина. Думаю, что они обязательно должны первые поселиться. Ничего, третий за вами, ребят, не беспокоитесь. Хорошо. Рома и Лена. Рома и Лена. Рома и Лена. Залина. Главное, смотрящую курицу с нашего курятника мы освобождать не будем от ее полномочий. Поэтому Рома и Лена. Смотрящая курица. Вы так к ножами на суперсексе обращаетесь? Она говорит, я смотрящая в нашем курятнике, поэтому... Вот оно как. То есть, наконец-таки, она все-таки приняла роль лидера. Наконец-таки, через две недели. Давайте поаплодируем. Ну что, Александр? Рома и Рызо. И Лена. А за себя любимого как же голосовать не будешь? И я. Ты хочешь с ними втроем? Солнце вам не надо? Счетвером. Солнце. Слушайте, какие тут все раскованные. Шесть. Сексуально раскованные молодежь практически. Солнце счастливо. Ну я думаю, что это, конечно же, будет Роман и Лена, потому что им пора уже. А вам тоже уже вроде. А так как мы только сегодня приняли такое решение, я думаю, у нас еще есть возможность подождать. А что подвезло-то на такое решение? Ну не знаю, да. Нет, но просто лучше узнали друг друга за это время. Уже успели поругаться и помириться, и поэтому приняли решение, что уже можно. Но еще не пора, на самом деле. Эмпория. Эмпория. Хорошо. Марина, что? Хочу сказать, что я люблю две пары, они классные. Вот, но единственное, что солнце уже не в моготу. Лене тоже. Я поэтому не знаю, за кого. В принципе, мой голос ничего не решит, потому что все же все решили. Поэтому так о солидарности я вот солнышко с Сашей отправляю туда. Вот. Но вы знаете, что я и вас туда отправлю. Это Роман и Елена. Я тоже голосую за Рому и Лену. Я тоже голосую за Рому и Лену. Присоединяюсь. Ну, хорошо. Итак, большинством голосов завтра вы заселяетесь в ваш домик. Ваш второй пятизвездочный домик. Желаю вам там удачи, ребята. Может быть, вы хотите как-то прокомментировать вашу победу? Это не победа, я думаю, это необходимость. Ну, мы это все завтра будем с нетерпением ждать. Мне, допустим, интересно Ольга. Ну, это больше сексуальный, наверное, интерес. И причем, мне кажется, на одну-две ночи. Если, может быть, я в чем-то заблуждаюсь. Ну, насчет Лены я тоже слышала твой разговор с Нансимом, где ты ее прочил исключительно на роль любовницы. Да. Ну, она как бы... От нее исходят такие флеиды в сексуальности. От кого они больше исходят? От новенькой Ольги или от Лены? От Лены больше. Все-таки ты считаешь, что это исключительно такие отношения? То есть она бы могла только стать твоей любовницей? Да, думаю, что да. Ты замерзла? Нет? Нет, нормально. Мне не нужно. Дай, 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 дай. Слушай, ну ты, ну ты, ну мне ужасно. Ну руки мне немножко замерзли, а так нормально. Беда, несчастна. Нормально. С тобой можно сидеть тут вечно и разговаривать. Главное, что ты не замерзла. Я бы с тобой сидел очень долго, там, сыграл как угодно. Спасибо тебе большое за то, что ты для меня сделал. Я очень... Этого достаточно. Расстреливаю. Пойдем. Пойдем. Дома. Я возьму с собой ванну? Конечно. И я возьму вместе с баночкой, потому что... Давай, пойдем. А там баночка уже дома готова. Пойдем. Да? Да, бери. Ой. Блин. Пойдем. Самая красивая. Блинка. Спасибо. Ну, с Ромой. Вот с Ромой ты, например, насколько я знаю, еще ни разу не целовалась. А с Диной? Олечка, откуда такой букет у тебя? Блин. Дайте мне микрофон. Я сейчас нахожусь в таком шоке. Блин, вы себе не представляете, я так... Этот человек, он такой сделал, что я... Я не знаю. Расскажи, давай, 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 давай. Скажи, вот у меня вопрос в лоб. Вы готовы завтра с Евгением вселиться в пятизвездочной доме? Нет. Нет. Нельзя так. Слушай, ты прямо это, готова расплакаться, я смотрю. Я просто очень расстрогана. Ну что, ребят, я действительно рада, если у нас сложилась пара на нашем проекте. Если эти слезы Ольги искренние, то я очень рада. Увидимся завтра на канале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки стоят, сторонки, платочки в руках, теребя. Потому что на десять девчонок, по статистике, девять ребят.